Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края На авиабазу армейской авиации в Забайкальском крае с завода Вулан-Удэ на вооружение поступила последняя партия вертолетов Ми-8 АМТШ, которые еще называют терминаторами. Стоимость одной такой машины 256 миллионов рублей. По словам сотрудников авиабазы, с начала года на вооружение аэродрома Черемушки поступило 20 вертолетов, тем самым было произведено полное перевооружение. По словам начальника службы безопасности авиабазы майора Сергея Куницына, вертолеты начали поступать еще в конце 2013-го, и на них пилоты летают уже почти год. Новые всегда лучше, чем старые. Очень удобные, очень хорошая эргономика. При создании вертолета учитывались все недостатки старых вертолетов, и просьбы летчиков, видимо, тоже все учитывалось, и сделали очень удачно новые, хорошие вертолеты. Сравнивая новые вертолеты Ми-8 АМТШ с другими, которые были на вооружении авиабазы, Куницын отметил, что в терминаторах стоят другие приборы. Метеолокатор поставили, теперь мы, летая, можем видеть метеообстановку на удалении до 400 километров, то есть очень удобно не попасть в опасные явления погоды. Много электроники введено, чего раньше не было, раньше все вручную считалось, здесь уже есть электронные помощники в выполнении полета. Лучший автопилот, новые двигатели стоят, больше мощности. Все пилоты авиабазы ездили переучиваться в Торжок, в главный центр повышения квалификации, где на протяжении месяца учились летать на новых вертолетах. Старые вертолеты, у которых остался ресурс, отправляют в училище, чтобы на них могли летать курсанты. К сожалению, уже три года к нам в нашу эскадрилью не приходит молодой состав, потому что так получилось, что мы здесь в 2011 году заполнили молодыми, очень много молодых у нас было в то время. Мы сейчас их научили, они сейчас уже не молодые, а молодые приходят в другие эскадрильи. Ми-8 АМТШ – транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Уланденском заводе. Машина сделана на основе военно-транспортной «восьмерки». Изюминкой, отличающей терминаторов от предыдущих вариантов «восьмерки», является включение в состав вооружения противотанковых управляемых ракет «Атака» или «Штурм» и управляемых ракет «Воздух-воздух-игла». Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфорум.